Здравствуйте! Меня хорошо слышно? Отлично. Знаете, кто-то сравнивает нашу жизнь с лабиринтом. Для кого-то метафора жизни — это восхождение в гору. Кто-то говорит, что жизнь — это открытая книга, и мы сами пишем каждую ее страницу. Сегодня в своем выступлении я бы хотел поделиться с вами моей метафорой жизни. Многие мои знакомые знают, что я болен морем и морскими приключениями, и для меня метафора моей жизни — это корабль, парусник, плывущий по волнам. Мы — это сам капитан или парусник, а все, что нас окружает — вода, ветра, непогода, шторм. И, конечно же, колоссальный уровень неопределенности — это наша с вами жизнь. Кстати, я неспроста выбрал именно эту фотографию для иллюстрации метафоры моей жизни. Кто из вас знает, что за корабль изображен на фото? Отлично. Это легендарный парусник, гордость российского флота — Крузенштерн. Барк, отпраздновавший в прошлом году свое 90-летие, мировой рекордсмен, участвовавший в двух кругосветных регатах. Это один из самых больших парусников в мире на сегодняшний день. Если 28 машин составить в ряд один за другой, получится его длина. Площадь всего парусного вооружения — 3722 квадратных метра, почти как футбольное поле. Высота мачт над уровнем палубы — 55 метров. Представьте себе, вот такие в обхвате железные столбы возвышаются, как 18-этажные дома. Обратите внимание на точку, на которую показывает стрелочка на самом верху мачты. Вы там ничего не видите? Может быть, человеческую фигурку? Присмотритесь. Да, все верно. Это я. Ровно 23 дня назад сижу на самой высокой точке Крузенштерна, на высоте 55 метров. Абсолютно счастливый. Об этом своем подъеме на мачту я обязательно вам расскажу чуть позже. А вообще в своем выступлении я хотел бы поделиться с вами несколькими историями, которые очень сильно оказали на меня влияние в той или иной степени, а в конечном итоге перепрелись в одно удивительное жизненное приключение. 1 июля мы открываем в эфир российско-китайский бизнес-инкубатор. А уже через 10 дней я полечу в Пекин, где мы подпишем соглашение с городом Ханчжоу, в рамках которого молодые предприниматели нашей республики будут иметь возможность стажироваться на лучших инновационных площадках этого города. Чтобы рассказать вам о том, что я буквально сказал в двух предложениях, чтобы добиться этого результата, я работал над этим проектом последний год. А началась вся эта история полтора года назад. Если бы полтора года назад кто-то сказал мне, что я буду стоять здесь, на этой сцене, на первой в истории Уфы конференции TEDx, и меня представят как человека, благодаря которому в Уфе появился российско-китайский инкубатор, я бы очень долго смеялся. А сейчас первая история. Полтора года назад ко мне с моим партнером Юрием Кравец поступило предложение провести несколько мероприятий для молодых предпринимателей. Мы успешно справились с этой задачей, и нам тут же предложили сделать что-то аналогичное для социальных бизнесменов. Мы откликнулись и придумали акселератор социальных проектов, полноценную двухмесячную программу, но чтобы ее полностью разработать, мы приняли решение лететь в Москву и обучаться у одного из лучших бизнес-тренеров нашей России, человеку, который впоследствии стал одним из моих наставников, Марку Кукушкину. Мы целый год учились в его университете, набили кучу шишек, но в конечном счете успешно защитили эту программу. Благодаря тому, что наши практики стали успешными, нас пригласили выступать на международном форуме молодых лидеров стран Шоссбрикс, который проходил ровно год назад в Уфе. Именно там я первый раз услышал о проекте Российского союза молодежи в российско-китайском бизнес-инкубаторе. Я тут же выступил с инициативой, чтобы аналогичный проект открылся у нас в городе в 2017 году. Ну, нужно сказать, что тогда к моей инициативе отнеслись несколько холодно, и, пообщавшись с московскими коллегами, мы распрощались. А я отправился в свое первое приключение на Крузенштерне. Дело в том, что во время обучения у Марка Кукушкина, он как раз поделился своими планами о том, что он хочет сделать первую образовательную программу на борту легендарного парусника во время его перехода по Северному морю из голландского Дейлзейла в бельгийский Антверпен. Я тут же забронировал участие. Вот здесь как раз на фото я в джинсовой кепке, это мой наставник Марк Кукушкин. Несмотря на мой богатейший опыт участия в морских приключениях, это было ни с чем не сравнимое впечатление. Я заразился так называемым вирусом Крузенштерна. Именно там, тогда, год назад, мне первый раз в голову пришла метафора о том, что крайне важно искать тот самый ветер, который будет дуть в паруса наших жизней. После Крузенштерна я вернулся домой и практически из аэропорта. Вот прямо со всеми вещами на машине выехал в Екатеринбург на российско-китайское экспо. Откуда я принес в Уфу радостную новость о том, что у нас в 2017 году все-таки открывается российско-китайский инкубатор. Но если вы думаете, что на этом история финализируется хэппи-эндом, вы глубоко заблуждаетесь. Сейчас давайте просто подумаем с вами, каким же образом все это происходило со мной. Сейчас я понимаю, что не займись мы полтора года назад бизнес-образованием молодых предпринимателей. Мы не придумали бы акселератор социальных проектов, не поехали бы в Москву к Марку Кукушкину. Я бы не узнал о Крузенштерне, не отправился бы в нем на путешествие. Нас бы не пригласили на форум молодых лидеров страншо с Брикс. Я бы не узнал о российско-китайском инкубаторе, не поехала бы в Екатеринбург. И, возможно, в Уфе бы не открылся этот проект. Понимаете, все эти события, кажущиеся на первый взгляд абсолютно не связанными друг с другом, переплетаются в такой, знаете, удивительный канат. Каждое последующее событие, оно не могло бы случиться, не произойдя предыдущее. Для таких незапланированных событий есть название «Черные лебеди». Это название им дал американский экономист ливанского происхождения Насим Талеб. И для этих событий, труднопрогнозируемых, которые меняют в корне, ход наших с вами жизней, вот он придумал это название. Мы не могли их целеположить, как сегодня принято и модно говорить. Они происходили с нами в самый неподходящий момент. Это нас просто драйвило. Это являлось тем самым ветром в парусах наших жизней. И мы проявляли чудеса гибкости, молниеносно реагировали и быстро адаптировались к возникающим возможностям. Именно поэтому все то, о чем я рассказывал, стало возможно. А теперь, с вашего позволения, я хотел бы рассказать еще об одной истории, и еще об одном «Черном лебеде». И связан он с Крузенштерном. Это абсолютно реальная история, которая произошла в 2000 году. Это пример настоящего героизма капитана и экипажа Крузенштерна. В 2000 году Крузенштерн участвовал в мировой гонке World Tull Ship Races 2000 Millennium из канадского города Галифакс через всю Атлантику в Амстердам. Крузенштерн был бесспорным фаворитом этой регаты. В ней соревновались самые большие парусники со всего мира. 24 июля состоялся старт. Но уже 30 июля все суда, соревнующиеся в гонке, получили сигнал бедствия, сигнал СОС с польского судна Погория. Там произошла беда. 22-летняя член экипажа, девушка Джоана Церлинска, упала с 25-метровой высоты с мачты на крышу рубки. Ее состояние было очень тяжелым. Ни одно из соревнующихся судов, которые были поблизости, не откликнулось на этот сигнал о помощи, несмотря на то, что они были очень близко. Все же участвуют в регате, в наипрестижнейшие. Никто не хочет покидать гонку, все думают, что кто-то другой должен это сделать. Капитан Погория обращается напрямую к капитану Крузенштерна, к Геннадию Васильевичу Коломенскому с просьбой спасти их, потому что на Крузенштерне находятся высококвалифицированные медики. Геннадий Васильевич принимает решение ложиться в дрейф ценой потери ценного времени. Не выходя из гонки, он дожидается польское судно, и девушку чудом переправляют к нам на борт. Крузенштерн продолжает гонку. Ее состояние оценивается как сверхтяжелое, многочисленные травмы, переломы бедер и таза, ушибы внутренних органов, давление 60 на 40, и оно продолжает стремительно падать. Было принято решение, что ее в срочном порядке нужно доставить на береговой госпиталь, на кону человеческая жизнь. И капитан Крузенштерна принимает решение. В точке номер 2 он уведомляет гоночный оргкомитет, снимается с регаты, включает все двигатели и идет на встречу с канадским вертолетом спасательной службы, чтобы передать им эту девушку. Погода резко ухудшалась. При ужасающих погодных условиях, а в 1 августа вечером при ветре более 21 метра в секунду и волнении свыше 4 метров удалось передать Джона Церлински на этот вертолет. Состояние ее было критическим. Но появилась надежда. Тогда экипаж совершил настоящий подвиг. В то время, когда никто из судов даже не откликнулся о помощь, наш экипаж ценой отказа от участия в гонке решил ее спасти. Но если вы думаете, что на этом история заканчивается, то вы ошибаетесь, потому что начинается моя самая любимая ее часть. Капитан Крузенштерна принимает решение вернуться в точку номер 2 и продолжить гонку. Он уведомляет гоночный оргкомитет о своих планах. Те всерьез поначалу даже не воспринимают эту просьбу. Вы аутсайдеры, вы на непреодолимом расстоянии, вам невозможно даже сократить дистанции наполовину. Но капитан и экипаж верят в победу. И знаете, что было дальше? Крузенштерну разрешили. Он возвращается в точку номер 2 и стартует. А в это время на подходе к Европе авангард судов соревнующихся попадает в обширную полосу Штиля. Соревнуются это под парусами? И они все останавливаются. А Крузенштерн идет с северней основной группы судов, подгоняемый попутными ветрами атлантических циклонов. И спустя 20 дней после начала гонки, 13 августа, Крузенштерн пересекает финишную черту, показывая лучшее время, даже без учета корректировок на спасение Джоанны Церлински. Это была убедительная победа. Экипаж и капитан совершили тогда два подвига. Сначала спасли человека, а потом сделали невозможное и выиграли ту гонку. Вот такая история. Мы с вами живем в эпоху цунамиобразных изменений, которые нельзя спланировать, но далеко не все явления, которые происходят в нашей с вами жизни, являются предвестником краха наших надежд, даже если они выглядят сначала так. Надо искать тот самый ветер в парусах твоих жизней, и тогда все может измениться. Я вернулся в Уфу. Вернемся к российско-китайскому инкубатору с новостью о том, что в Уфе открывается этот проект. Предстояло сделать огромную работу, начиная от поиска площадки и финансирования до просто-напросто лоббирования этого проекта здесь, на территории республики, перед предпринимательским сообществом и органами госвласти. Когда мне сказали в десятый раз, что, Айван, у тебя ничего здесь не получится организовать, я начал просто ради интереса в дневнике фиксировать все эти ситуации, когда кто-либо, начиная от обывателя, пишущего комментарии в Фейсбуке, заканчивая авторитетными экспертами, говорили мне, что у тебя ничего не получится. В 81 раз. В 81 раз за последний год я слышал, что у меня ничего не выйдет. За последний год я провел две недели в Пекине и в Шанхае, изучал работу крупнейших бизнес-инкубаторов этих городов, провел бесчетное количество перелетов Москва-Уфа, провел такое количество переговоров, что, наверное, и книгу можно написать. И знаете что? У нас все получилось. У нас все получилось. На этом слайде вы видите, как идет демонстрация одевания спасательного гидрокостюма на Крузенштерне во время техники, инструктажа по технике безопасности. Во время этой сцены происходит очень интересный диалог, который мне запал в память. Один из новичков спрашивает помощника капитана, скажите, а есть ли крушение? Насколько дольше я проживу в этом костюме, если я буду в ледяной воде? И помощник капитана отвечает очень интересной фразой. Эта информация вам ничего не даст. Вы проживете ровно столько, сколько вы сами решите их и захотите жить. Бывали случаи, когда человек получал инфаркт миокарда, просто прыгая за борт и даже не соприкоснувшись с водой. А бывали ситуации, когда человек по 8 часов проводил в ледяной воде, а потом еще 3 дня на спасательном плоту без еды и воды выживал. Мы с вами слишком много думаем. Мы слишком боимся неудач, боимся действия. Но неудачи нанесут нам урон лишь в той степени, в которой мы сами позволим им это сделать с нами. Как я и обещал, небольшой рассказ о том, как я поднимался на мачту. Три недели назад, перед отправкой во второе путешествие на Крузенштерне, у меня на тренировке отказывает спина. Вот прям отказывает. Я реально не могу ходить. Мой врач настоятельно рекомендует мне отказаться от путешествия вообще, что меня, естественно, не устраивает. Ни о каких подъемах на мачту и речи быть не может. Но тем не менее, за один день до подъемов на мачту я сказал себе утром, Иван, твоя спина будет болеть ровно настолько, насколько ты сам ей разрешишь это делать. И в день подъемов на мачту она перестала болеть. А еще знаете, что я понял самое интересное во всем этом? Что счастье, оно не в конечной точке. Оно в путешествии. Мы с вами постоянно куда-то бежим, постоянно стремимся, какие-то результаты, цели, результаты, цели. Наш мозг, как необъезженный рысак, постоянно несет нас куда-то вперед. Жизнь, она здесь и сейчас. И каждое мгновение, каждая секунда, она ценна. Когда старший боцман год назад запретил мне подниматься на мачту на самый верх, я расстроился. Но я целый следующий год жил целью о том, что я наконец-то покорю эту мачту. И вот когда я залез на 55 метров, я испытал небывалую эйфорию, но с примесью грусти. От того, что цель достигнута, а что теперь? Я тут же поставил себе новую цель, но об этом как-то в следующий раз. Я обязательно расскажу вам. А еще я понял, что самое сложное, и самое вот, что нельзя недооценить во всем этом, это команда. Будь ты на лодке, будь ты в жизненном проекте. Крепкое плечо человека или людей, которые рядом с тобой, если они будут рядом, твои единомышленники, люди, которые близки тебе по ценностям, то какие бы черные лебеди не появлялись в твоей жизни, как бы сильно ветер не швырял твою лодку, как щепку оскалы, ты все сможешь преодолеть. Все то, о чем я рассказывал вам в своем выступлении, этому мы можем и должны учиться у детей. На этом слайде вы видите, как дети занимаются в детской парусной секции. Посмотрите, какие у них маленькие лодочки, и как умело они с ними управляются. На каждую такую лодочку во время сгоночных соревнований выдается небольшое ведро для того, чтобы дети во время соревнования вычерпывали воду, которая постоянно переливается через край во время крена. А знаете, как эти яхты, класс этих яхт, называется на официальном языке парусного спорта? Этот класс яхт называется оптимисты. Эти лодки называются опти-мисты. Что ж, я от всей души желаю всем вам найти тот самый ветер в парусах вашей жизни, никогда не унывать, жить изо всех сил, преодолевая неудачи и наслаждаясь тем самым путешествием каждой его секунды. И, конечно же, мечтать и ставить перед собой все больше и больше целей. Большое спасибо. Спасибо.